Только не в лицо, пожалуйста. Куда тебе хочется? У меня где-то в груди находится сердце. Не такое большое, чтобы сразу попасть, но... Почему бы не попробовать? Прощай, мой маленький брат. Жен Мариарти знал, что ты сделаешь этот выбор. А вот мы где. В конце пути. Холм стреляет в Холмса. Ей понадобилось всего пять минут, чтобы убить в нас людей. Только не в мою смену. Ты вырос забавным. Воспоминания возвращаются. Открываются раны. На дорогах, по которым мы идем, прячутся демоны. И твои способны выжидать очень долго. Ты расскажешь правду, Майкарт. Простую и чистую. Кто сказал, изредка правда бывает чистой, а вот простой никогда. Выходит, нас было трое. Ты, я и сестренка, которую я не помню. Ты помнишь ее. Каждый твой выбор, каждый твой путь. Человек, которым ты стал. Это все память о Бэм. Она была другой. Она знала то, чего не должна была знать. Она будто постигла истину за пределами обычного порядка вещей. Наши способности не раз оценивали профессионалы. Мои признавали феноменальными. А вот Эвер квалифицировали как гения, определяющего наш век. Я не понимаю, о чем ты? Однажды ее обнаружили с ножом в руках. Как будто она резала себя. А она на мой вопрос. Эвер, что ты делаешь? Ответила. Я просто хотела знать, как работают мышцы. Боже. Тогда я спросил, не больно ли ей. И услышал. А что такое боль? Что было потом? Москва. Родовое поместье, где Шерлок играл среди странных надгробий. Редбер! Эвер увела Редберда и заперла его. Она знает, где он. И отказывалась говорить, где он. Лишь повторяла песенку. Мы умоляли ее сказать, где он. А она лишь твердила. Песенка и есть это. После того случая был еще и другой. После этого нашу сестру и увидели. Блубина психоза Эвер и исключительные способности не позволяли содержать ее в обычных училиях. Ну и где она, Мэнн? Куда ты ее засунул? Это Ост, Шерринфорд, крепость, оберегающая остальной мир от демонов. Легковерно и пугливым нужна фантазия, рай. Я же знаю координаты преисподней. Вот где наша сестра была с раннего детства. Мы с Джимом Мариарти отлично лазили друг с другом. Это напомнило мне родной дом. Милый Джим не хотел оставаться живым, понимая, сколько проблем можно причинить, когда ты мертв. Ты знал, что он отомстил, и, несомненно, его бил. Это я. Пора, наконец, Шерл Холмс, разгадывать загадку обряда дома. Мама, твое самое первое дело. И последняя проблема. Эмоциональный контекст. Сейчас придется. У папы была аллергия. Из-за этой его аллергии. Сколько бы ты ни просил, он не разрешал, что? Завести тебе собаку. Ты был так расстроен, что выдумал себе красивую сказку. Но у нас никогда не было собаки. Глубокая вода, Шерлок. Вся твоя жизнь, все твои мечты. Глубокие воды. Ты убила моего лучшего друга. Я тоже хотела лучшего друга. А у меня никого не было.